В 250-е годы разрастается кризис Римской империи, фактически она на грани гибели, и там Диоклетиан только восстановит. Но после тяжелых боев с Готами в июне 251 года было сражение Приобритти, о котором я кратко уже упоминал, в котором погиб император Децей. И те солдаты, которые выжили, прогласили императором Трибониана Галла, у него был сын Валузиан. Фактически вот они были два императора, отец и сын Трибониан Галл и Валузиан. Также он усыновил сына Децея Гастелиана, и он тоже был императором третьим. Непонятно, как они там распределяли. Иногда считают, что это период власти Валузиана, то есть младший там был главный. Иногда считают, что Трибониан Галл там был главный. Гастелиан, скорее всего, формальный был. Началась эпидемия чумы страшенная, и начали наступать персы в том же 251 году. Формальный предлог был опять из-за Армении, но фактически Армению персы быстро заняли и начали наступать на всем вот этом фронте, на обычном, верхней Месопотамии и Сирии. Довольно быстро наступали, заняли все основные крепости, опять Несибис, опять Дура Европос, все основные римские крепости заняли. И дошли до Антиохии, в 252 году взяли персию уже Антиохию. Вот как раз в это время Манихайя, как сообщают манихейские источники, он вместе с Шахом по этим территориям ездил, он там принимал христианские церкви под манихейскую церковь. То есть в Персии официальное христианство было манихейское. Ну то есть к ним просто приходили, говорили, что вот у вас раньше епископ был из Египта, а теперь у вас будут епископы манихейские, и все. Преследовать вас теперь не будут, идолам не будут заставлять поклоняться, потому что за растризмом манихейства это две общепризнанные религии. Манихейство и является христианством. Ну вот Манихайя лично ездил, как вот патриарх христианства персидского, и он принимал эти все территории, давал им там какие-то наставления, организацию монастырей и все такое. Тем временем язычники собрали последние силы и двинули их опять на персидский фронт. Пока они туда шли, наместник Болгарии, Мезии, Марк Эмилий Эмилиан отказался все-таки платить дань Готам. Вроде как от Готов откупились, решили, что с персами надо воевать. Опять обещали Готам дань. Но платить Готам дань было незачем. Денег не было. Начали печатать деньги в большом количестве, с ослабленным серебром, то есть инфляцию начали. Это тоже не помогало, временно помогало. Ну, в общем, Эмилиан отказался соблюдать этот договор с Готами, разгласил сам себя императором, что он не будет дань платить этим Готам, и пошел на Рим. В августе 253 года римская армия, в которой находится Галла Валузиан, соправитель, который собирается воевать с персами, она узнала, что Эмилиан уже вошел в Италию, и не желая опять устраивать гражданскую войну, они убили этих обоих императоров, и отца, и сына. И с этой точки считается, что Эмилиан император. Однако Эмилиан только дошел до Римы, попытался власть взять. Как узнали, что рейнские регионы поразгласили теперь Валериана императорами, Эмилиана опять закололи кинжалами. В общем, в Риме все продолжается, император, а там должность расстрельная. Некоторые императоры 4 месяца максимум правят, потом их убивают. Сентябрь 253 года, значит, вот Эмилиана убили, скорее всего. Валериан принял страну в полном бардаке. То есть шла, во-первых, эпидемия чумы уже несколько лет, страшная, описанная самыми разными источниками. В Галию вторглись франки, вот они как раз тогда впервые появляются, и вот дальше по имени франков названо также Францией. Вот они уже тогда как раз и вторглись в Галию и начали там селиться. Серьезного сопротивления там в Галии не могли оказать, потому что легионы пошли все с рейнской границы воевать в гражданской войне, воевать опять за этого императора Валериана. Готы, которым, да, не заплатили, но обещали, они вторглись опять в Румынию, в Болгарию, в теперешнюю, и даже в Турцию. И всю эту территорию они грабили и там полностью утвердились, то есть пытаясь взять опять свою эту обещанную им, обещанный им выкуп. Реально никакой возможности им сопротивляться не было, и наиболее серьезным фронтом по-прежнему считался персидский, потому что шах мог продвинуться и до Турции. И Шапур имел серьезное большое государство, а эти все были варвары, их все-таки надеялись победить. Против варваров посылали всяких полководцев, эти полководцы восставали, сами себя объявляли императорами, в результате практически Галия отделилась, и практически в Болгарии тоже было несколько римских правительств наряду с Готами. То есть полный бардак, отягченный гражданской войной, вторжением всевозможных племен и наступлением персов. В общем, из всего этого Валериан тоже, как и все предыдущие императоры, решил, что персидский фронт главный, потому что там Египет. То есть там они перехватят основные поставки продовольствия в Рим. Он, значит, двинулся на персидский фронт, там он с переменным успехом воевал, и вот именно с персидского фронта он издал два дикта против христиан. То есть с 257 года в Римской империи официально запрещено христианство, до того это регулярно никаких репрессий не было. Всевозможные жития мучеников первого, второго, третьего веков, это в основном написаны уже позже, и они, это проекция тех реальных гонений, которые были действительно, но вот они продолжались с 257 года и до принятия христианства. То есть около 50 лет действительно преследовалось христианство, серьезно в Римской империи, с смертоубийствами, действительно, со смертными казнями. Но за 50 лет они, конечно, уничтожить христианство не могли, оно уже довольно серьезные позиции занимало. По эдиктам Валериана надо было казнить всех лидеров христиан, священников, и, кстати, там напоминаются монахи. У католиков монахов, как хорошо известно, не было в это время, у католиков они появились в середине IV века, и монахи, по всей видимости, имеются в виду манихейские либо гностические. И я считаю, что причины эдиктов в основном опять в том же самом манихействе, которое, как опять повторю, не отличалось ни в сознании римских императоров, ни в сознании персидских шахов, ни в сознании самих манихеев, оно не отличалось от христианства. Они все это говорили, что это христианство. Ну, от специфической трактовки восточной, в персидской. То есть Валериан, вероятно, полагал, что, во-первых, могут христиане восстать, раз персы признали официальное христианство, то есть они все теперь потенциальными противниками. И, во-вторых, опять же, по манихейским источникам, в это время идет интенсивное проникновение манихейских миссионеров в Египет и на другие территории Римской империи. Возможно, кстати, это действительно работали они и с персидскими спецслужбами, то есть, помимо того, что они там распространяли христианство в манихейской версии, они также, возможно, и собирали разведданные на персидскую империю, почему нет. Отличить одних христиан от других в условиях, когда это была независимая от государства такая полузаконспирированная организация, никаких возможностей не было у Рима. То есть они не могли понять, это вот христиане наш или он на персов уже там работает. Поэтому, видимо, решили репрессии осуществить. Эти репрессии, как они обычно в то время, в III веке, они осуществляли самым дебильным топорным способом, то есть просто всех убивали. И действительно, вот от этих времен уже более-менее документированных, огромные жертвы среди христиан всех направлений, в том числе и католиков. То есть они начали погром с убийством лидеров реальных писателей христианских и так далее. И продолжали потом более-менее так до Константинова регулярно. Бог этого дурака покарал все-таки, Валериана, за вот этот вес идиотизма. Если бы ему надо было с персийской агентурой работать, так бы пусть и работало. А христианство-то тут при чем? Была такая крупная битва при Эдессе, во время которой римляне потерпели полное поражение от персов. Валериан был единственным императором Римсии, который попал в плен к персам. Шапур над ним там издевался, он его использовал спину как скамейку, когда садился на лошадь. Рассказывают разные легенды, как там Шапур его убил. Возможно, он просто умер от ран, но также и сочинили сельские кровавые истории, как там ему залили в глотку расплавленное золото, набили чучело императора соломой и навозом и так далее. Ну, возможно, это очередная фантазия греков и римлян. Ну, в общем, умер он в плену. Огромное количество пленных в битве при Эдессе перси взяли и послали этих всех римлян строить на великие стройки. Ирана. Там как раз Шапур строил города, каналы, в порядок страну приводил. В отличие от Рима, Персия как раз возрождалась интенсивное было строительство храмов, городов, каналов, подъем культуры, кодификация Овесты, Манихайя в это время как раз все свои произведения основные создает. Все там Персия на подъеме, в общем. И как раз эти все легионеры, они там все и на стройках и поработали в персидских. Ситуация немножко для персов осложнилась, потому что после поражения Валериана в битве при Эдессе, местный опять, значит, там лидер Адинат провозгласил тоже себя отдельным царем и также императором. И он организовал восстание, вот как раз в 260-е годы эта проблема начнется, он создал Пальмирское царство. Фактически 260-е вот карты Римской империи, то есть она распалась на Пальмирскую империю, Гарлии тоже отдельные были и какие-то территории, которые вроде как были под Римом, но реально там тоже в основном на многих из этих территорий, которые под Рим закрашены, хозяйничали какие-нибудь готы, алиманы, франки и так далее. Но с другой стороны, это Пальмирское царство стало как бы буфером, которое не позволяло персам, собственно, завоевать Египет и Турцию, то, что они собирались. Поэтому, несмотря на крупные успехи персов, которые вернули территории всем Весопотамии, и Армению, и другие многочисленные территории, вот существование этого буферного государства в 60-е годы в какой-то степени все-таки мешало и римлянам, и персам, надо сказать.